Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Укрлайф ТВ, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня оппозиционный политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, Вадим, приветствую вас, приветствую всех тех, кто нас видит и слышит. Геннадий Владимирович, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил о том, что представители России должны быть на втором мирном саммите. Для этого к ноябрю текущего года планируют выработать некий план на трех встречах по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде. Скажите, пожалуйста, все идет к переговорам, к переговорному процессу? Если да, то на каком уровне могут проходить такие переговоры и самое главное, на каких условиях? А теперь уже никто не понимает, к чему идет на самом деле. Это чувствуется как в воздухе. С одной стороны, вроде бы Запад закусил дела, особенно после бомбардировки в больнице, когда ракета попала не просто так, а попала именно туда, куда должна была попасть в детскую больницу. И мы видели эти страшные ужасные кадры, когда пострадали дети и врачи. Конечно, это было огромное злодейство, умышленно, по сути дела, организованное Путиным накануне как раз саммита НАТО. И вроде бы казалось, это произвело тяжелое впечатление на всех лидеров цивилизованных стран, которые убедились в том, что с диктатором надо разговаривать языком силы. Об этом говорилось на саммите, в этом был вынужден сказать Байден, президент США, когда оговорился, когда представил президентом Украины Путина, показывая Назеренского. Потом сказал, да, у меня Путин в голове, Путина будем побеждать. То есть хочется верить, что действительно побеждать Путина – это не оговорка и не эксклюз, как говорится, но это продуманная политика. И она, по идее, так выглядит, потому что намечается наконец-таки первая передача Украине боевой авиации, снятие ограничений на использование более дальнобойных ракет и так далее и тому подобное. С другой стороны, мы видим, что сам президент Зеленский говорит о том, что следующий саммит мира должен пройти вместе с Россией. Путин это отверг, поскольку он не хочет до выборов в Соединенных Штатах Америки участвовать в чем-либо. Покушение на Байдена, которое состоялось в США, сделало Байдена фактически досрочно президентом. Покушение на Трампа. Не на Байдена, на Трампа. Покушение на Трампа. Вы сказали покушение на Байдена. Покушение, да, вот теперь я говорил, как и Байден. Покушение на Трампа сделало Трампа президентом фактически. По крайней мере, так большинство оценивает аналитиков, экспертов. Ну и, собственно говоря, понятно, что Трамп теперь национальный герой, человек, которого не просто травили, душили, но еще хотели убить. А всегда людей, пострадавших от чего-то, уважают больше, чем тех, которые не пострадали. Вот поэтому, ну такова человеческая психология, никуда не денешься. И я так, как это написал Борис Пастухов, Владимир Пастухов, написал Владимир Пастухов, что стреляли в Трампа, попали в Байдена. Вот поэтому, как говорится, два сантиметра отделяло Трампа, либо два сантиметра разделили Байдена от поражения и победы. Но вот эти два сантиметра катались теми, которые обеспечивали теперь практически стопроцентное поражение Байдена в ноябре этого года. Ждать осталось, по большому счету, недолго. Поэтому я думаю, что Путин будет тянуть время. И до какого ноября он не будет участвовать в саммите мира. Он будет ждать, чем закончатся события в Соединенных Штатах Америки. И хотя там всегда, как говорится, непредсказуемые итоги, тем не менее, мне кажется, как раз это тот случай, когда итоги уже предсказуемы. Может быть, это будет впервые в американской истории предсказуемые избирательные гонки. Поэтому мне кажется, что есть два препятствия для мирных переговоров. Это в хорошем смысле это слово «упертость» Украины. Я надеюсь, что Украине хватит характера. Переломить эту ситуацию. И вторая – это неготовность Путина до завершения этой избирательной гонки, до инаугурации Трампа. Я так полагаю, что он все-таки станет президентом Соединенных Штатах Америки. И мы видим, что Илон Маск уже в сторону его заявления довольно-таки определенные. И не только он, а очень многие представители американского эстеблишмента, которые не очень благовели к Трампу, они все-таки сделали свой выбор в его пользу. Поэтому я думаю, что вот тут как раз мы видим достаточно предсказуемую ситуацию. И поэтому Путин будет это точно ждать. Он все-таки надеется, что Трамп исполнит то, что он говорит. А говорит Трамп очень просто, что я заставлю Украину и Россию сядь за стол переговоров. Если там Россия не сядет, мы дадим Украине все, что необходимо. А если Украина не сядет за стол переговоров, мы ей ничего не дадим. Ну, это такая простая примитивная формула, которая, конечно, вкладывается в представление людей, не понимающих суть проблемы. А Трамп сильно глубоко не вникает в это. Он до сих пор не понимает, что это глобальная война, на мой взгляд. Он не понимает, что на карту поставлена судьба демократии, вообще мирового устройства, мировой безопасности. Мне кажется, что глубоко он не въехал еще в эту тему. Но у него еще для этого есть время. Поэтому вот такая у нас ситуация. Ситуация под полной неопределенностью. К сожалению, полной неопределенности. Но я могу сказать одно. И то, что я говорю на всех встречах с политиками, политологами, экспертами. Любые приобретения Путина, которые будут признаны Украиной и всем миром, являются победой и выигрышем им этой войны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Последствия будут крайне тяжелыми. Я даже сейчас не говорю о том, что режим получает отсрочку на неопределенное время. Мы не знаем, сколько это будет. Три, пять, восемь, десять лет. Но еще возникает угроза новой разрушительной войны. И я не думаю, что эта война заставит себя долго ждать. Геннадий Владимирович, когда президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что представители России должны присутствовать на втором саммите мира или же глобальной конференции, как вы думаете, кого он имеет в виду? Позиция России, она известна. Заместитель Лаврова высказался и сказал, что Россия не будет принимать участие в подобных мероприятиях. Не была интересна конференция, которая состоялась в Швейцарии. Также Россия не намерена принимать участие и в грядущей конференции, которая пока еще неизвестна, где состоится. А Зеленский говорит о представителях России. Хорошо, предположим, что Россия выберет этих представителей. И такими представителями будут, ну, например, Патрушев или Шойгу, или тот же Медведь. Украина будет... Вот это уже вообще не принципиально. Вот это уже вообще не принципиально. Потому что любое участие России в таком мероприятии на уровне уполномоченном руководством страны является участием фактически самого Путина. Вот это не имеет значения. По-моему, Машу Захарова пришли. Вот и скажут, что и вам и этого достаточно будет, ребят. Вот у Марии прекрасная девушка, замечательная. Умна, хороша собой и находится в завязке. Извините. Поэтому вам и этого будет достаточно. То есть это будет унижение, по большому счету, конечно. Может даже быть унижение всего этого форума, если он вдруг состоится. Потому что, понимаете, как Путина рассуждает? Нечего с Украиной разговаривать, мы будем разговаривать с американцами. От них зависит ситуация в Украине. Ну, грубо говоря, это упрощенно. Понятно, что там они еще и с Европой готовы немножко поговорить. Но в первую очередь с американцами. И если мы там посмотрим правде в глаза, то, конечно, ключевой союзник, главный союзник Украины в этой войне, безусловно, Соединенные Штаты Америки, под гарантией которой, в том числе, многое делает Европа. Безусловно. Тут вот такая у них оппозиция. Они считают, что они переупрямят, перетерпят. Путин неоднократно говорил на совещании в Кремле, что время работает на нас. Честно говоря, у меня это вызывало отторвь. Потому что я прекрасно понимал, что что-что. А время точно не работает на Путина. Но мы видим, что оборона, в хорошем смысле оборона, коалиция, скажем, давайте так, заменим слово оборона, коалиция. Западная коалиция все-таки дает какие-то трещины. Мы видим этот, ну, я не знаю, как заменить слово блядство Орбана в чистом виде. Мы видим позицию Пицца. Мы видим позицию Индии. Правда, вроде бы она поменялась после бомбардировки России ракетами детской больницы. И Моди свернул свой визит. И, так сказать, не доверяло ни до конца, ни до чего. Просто улетел из страны. Но, тем не менее, Индия все же, так сказать, ведет какую-то свою игру, безусловно. Я уж не говорю про Китай. Поэтому, когда мы видим позиции крупнейших стран мира, скажем так, вот, как принято говорить, глобального юга, там и Бразилия, там и Китай, там и Индия, все-таки это огромные страны, с населением там превышающим, превышающим две страны, миллиарда, а в Бразилии 200 с лишним миллионов человек. И, конечно, вот это мы видим, что мир неоднозначно относится к этой войне. И не все, даже страны, которые строят демократию, типа Индии, понимают, насколько важна победа в этой войне, чтобы мир дальше развивался по нормальному, проторенному пути свободы, демократии, прав человека, прогресса и так далее и тому подобное. Ну, вот что можно сказать. Ситуация крайне неопределенная, и этим она опасна. По поводу позиции Соединенных Штатов Америки в вопросе возможных потенциальных переговоров Украины и России в Госдепе сделали заявление. Мэттью Миллер, это спикер Государственного департамента США, заявил о том, что Соединенные Штаты Америки поддерживают инициативу Украины пригласить Россию к участию в саммите мира. Украина сама решает, когда, как, в какой форме проводить обсуждения, вести дипломатические переговоры. И как партнер, как страна, которая предоставляет помощь и поддержку, мы будем поддерживать Украину, если Киев будет идти этим путем. Такое заявление сделали в Госдепе. Ну, в переводе на более простой язык, ребят, если вы хотите переговоров, мы не удержим. Это говорит о том, что они не намерены додавлять Путина, если Украина согласна с вариантом компромисса. То есть это вот так нужно переводить это с английского на русский. Это, как бы сказать, понятно, дипломатия вроде бы, но с другой стороны, что Путину надо? Признание своей победы. А признание победы – это признание миром Крыма, положено, да? Или признание какого-то особого статуса, при котором Россия сохраняет контроль на Крыму. Мировое признание. Ведь до сегодняшнего дня никто не признал аннексию Крыма. Правильно? Значит, да, любое признание Крыма будет означать победу Путина. И он, конечно, будет с кожей вести вон, чтобы получить две области, как он говорит, полностью, в административных границах. Это Донбасс-Луганск, как минимум. А дальше он, видимо, будет требовать каких-то определенных гарантий по Крыму, по его статусу, по его обеспечению водой и прочим-прочим. Говорят, что он еще хочет настоять на транспортном коридоре в Крым, независимом транспортном коридоре, сухопутном, не по мосту, а по вот этому, по суше. Поэтому в любом случае это будет воспринимать, это будет, а, а там работа как победа, и, б, это будет реально являться победой тирании над всем цивилизованным миром. Мы должны это четко признавать. Мы вот тут с вами давайте не будем юрить, не прикрываться вот этими дипломатическими формулировками. Мы прекрасно с вами понимаем, что любое признание границ тех, которых желает Путин, это является его победой. Победой, потому что мир устал воевать. Мир устал воевать, мир устал, значит, свои внутренние проблемы решать на фоне вот этой войны и прочее, прочее, прочее. Ну, я все-таки надеюсь, что это не произойдет. Я все-таки надеюсь, что это не произойдет. Будет дат соответствующий отпор. Будет, собственно, достигнуто военное какое-то поражение Путина. Вот тогда можно и разговаривать. Без военного поражения Путина любые переговоры являются признанием его силы. Вы говорите о военном поражении Путина. Давайте вспомним итоги состоявшегося юбилейного саммита НАТО. Вот та риторика, которая звучала. Ее следует рассматривать вот в разрезе вот этой парадигмы, концепции возможного, потенциального, нужного поражения Путина, стратегического поражения России, о чем ранее говорил и Байден, и Блинкен, только в последнее время этих разговоров уже практически нет. Ну, разве разговоры там велись? Но от разговоров до дела там похоже, что дистанция достаточно приличного размера, я так скажу. Потому что мы много раз говорили нашим западным коллегам, что, ребята, вы молодцы, конечно, мы ценим вашу помощь. Мы понимаем, что вы ведете борьбу с тираниями, но ресурсов, которые вы выделяете на эту борьбу, явно недостаточно. То есть одна страна, Путин, которая производит Россия, вот путинская Россия, которая производит от силы 2% мирового ВВП, мобилизовала свою экономику и внутреннюю структуру страны таким образом, что вы всем миром не можете с ним справиться. Вы, люди, производящие данные. Более 50, даже 60% мирового ВВП, если мы берем Японию, вы не можете справиться со страной, которая производит в 30 раз меньше, чем вы. В 30. Если вы не можете, это не потому, что вы не можете, а потому, что вы, видимо, не готовы. Вы не готовы направить достаточное количество ресурсов для того, чтобы Украина могла нанести Путину серьезное военное поражение. А это не 40 миллиардов, и даже не 100 миллиардов. Вот если вы хотите действительно нанести Путина поражение, вы должны дать столько, чтобы Украина могла обеспечить не просто защиту своей страны, а получить преимущество в вооружениях, технике, в ее возможностях и мощи, должно получить достаточное количество, а это не 100 миллиардов. Точно не 100 миллиардов в год. Вот. Это мы везде говорим, но мы видим, что в решениях НАТО этого нет. Потому что правильное было решение два года назад принято там по Ленд-Лизу. И где этот Ленд-Лиз доказал долго жить, даже не начавшись. Поэтому, как говорится, замах был пока замах на рубль и удар на копейку. Конечно, удар не на копейку. И размах был не на рубль, а все-таки из-за этих сотней. Многие десятки и десятки миллиардов. Но борьба за демократию стоит больше. Борьба за торжество демократии во всем мире стоит гораздо больше. И она стоит того. Самое удивительное. И выходит, что президент Румынии на саммите НАТО и спасибо ему за откровенность. Мы, правда, об этом догадывались. Из разных источников получали информацию. Говорит он, что дело все в том, что Запад предоставил Украине только половину обещанной помощи, поддержки, военного характера. И если Запад хочет, чтобы Украина победила в этой войне, нужно помогать больше. И вот эти поставки, их не нужно задерживать. И тут возникает вопрос, а чего, собственно говоря, хочет Запад? Запад хочет, чтобы Украина устояла и Россия не проиграла. Ну, как это? Тут нужно или крестик снимать, или там трусы одевать, либо наоборот, в котором народе говорят, по-разному. Ну, к сожалению, мы, в общем-то, он повторил президент Румынии президент или премьер-министр? Президент. Клаус Йоханнис. Да. Ну, он сказал то, что, в общем-то, совершенно очевидно и понятно. Хотите выиграть, давайте то, что необходимо для выигрыша. Хотите заморозить ситуацию, тогда скажите честно. Если вы заморозите ситуацию, Путин победил, вы проиграли, тогда вы должны быть готовы к последствиям этого. Вот и все. Сейчас в момент истины наступает. Вот сейчас наступает момент истины. Либо то, что невозможно дальше вести, дольше вести войну, да, война на истощение, но истощение и не наступает у Путина при затратах 120 миллиардов долларов годового бюджета на войну, а реально там больше. Реально там, вот мы были с Касьяном на ПАСЭ, Михаилом Касьяном бывшим руководителем правительства, первого путинского правительства. По его оценке, он все-таки давал цифру по 150 миллиардов долларов, которые Путин тратит на войну. и по экономической, и национальному экономическому сценарию, он может тратить примерно такие суммы неограниченно долгой количества времени. Если Индия не перестанет на нее покупать нефть, если Китай не перестанет его поддерживать, там много чем, если санкции наконец-таки будут не декларироваться, а работать, пока же большинство санкций носят чисто декларативный характер. Чисто декларативный характер. Без создания какой-либо структуры, которая выполнение эти санкции контролировала, жестко бы отслеживала и пресекала любые попытки их нарушать. Что-то делают американцы, что-то делают европейцы, но это, в общем-то, как бы, так сказать, разрозненно и не очень жестко. Поэтому ситуация критическая. Она вот в момент действительно наступает. Ребята, давайте либо от слов к делу переходим, либо это дело должно быть делаться по-другому. А как вы хотите? Даже по абсолютным цифрам мы говорим. Путин тратит на войну 120 только официальных миллиардов долларов. А что вы дали Украине? Украина может, там, предположим, вот мы рассчитывали, оценки, видимо, начиная с вашими экспертами. Украина может выделить сама на войну 30 миллиардов от силы, если, так сказать, утянут все ремни на животах. А сколько вы даете к этим 30-25 миллиардам? Сколько вы можете дать? 60? Мало. Это только защищаться. Украина не может вечно защищаться. Вечно находиться под ударами ракет, бомб, самолетов и так далее, и тому подобное. Значит, вы должны давать, вы должны либо дать больше, либо тогда признать поражение. Вот поэтому от Запада больше, опять-таки, вот мы 40 миллиардов даем, опять-таки, получало на НАТО, на саммите НАТО. Вот Европа там дает 50. Ну, и хорошо. Получается, не больше, чем Путин, а с учетом того, что ваше оружие стоит дороже, получается, меньше, чем Путин дает на войну. Получается, что Украина может только защищаться при таких поставках, а не может не освобождать территорий. Тем более, сейчас мы видим ключевая проблема деоккупации и вообще наступательных операций. Это главное препятствие это тотальная изаминированность этих территорий. Как говорится, мышки проскочат, чтобы не рваться на мин. Либо на одну, либо на вторую, либо на третью. Поэтому, значит, нужна серьезная техника, нужны серьезные дистанционные удары, нужна авиация, нужны дальнобойные средства поражения инфраструктуры. Но, что нужно? Ну и нужны какие-то другие совершенно иные подходы. А Вашингтон продолжает говорить о том, что нецелесообразно разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, которое предоставляется Соединенными Штатами Америки. Опять же, ГУСДЭП утверждает, что пришел к выводу, что сейчас в настоящий момент такой шаг нецелесообразен. Прежде всего для самих Соединенных Штатов Америки. Это во-первых. Да, это во-первых. Там, правда, эксперты утверждают, что еще пока какие-то остались ракеты Штатами Штатов, которые не уступают атакам по дальности и точности. Но я не знаю, сколько касалось Украины, потому что они не представляются Британии. Британия не накладывает на Украину никаких ограничений. Применяются ли сейчас эти ракеты? Не применяются. Достаточно ли. Не буду врать. Не буду там выводить наших зрителей в заблуждение, просто не зная этой темы. Но ее надо поизучать. Может быть, британцы сделают то, что не могут сделать американцы в каких-то причинах. Хотя я не очень понимаю причину. Взлетают самолеты оттуда, откуда они достают или не разрешают бить по аэродромам и инфраструктуре. Взлетают ракеты с трехтонными бомбами. Я просто люди не понимаю до конца, что такое тритонная бомба. Это три килотонны. Это, по сути, это тактическое ядерное оружие по мощности. По мощности то же самое. Ядерное оружие и ядерные заряды от одной до пяти килотонн. В основном заряды небольшие. От одной до пяти килотонн. Россия осуществляет бомбардировку Украины трех килотоннными бомбами. Трехкилотоннными бомбами. Это ничем не уступает в разрушительной мощности тактическому ядерному оружию. И это делается на виду всего мира. Вот эти бомбы три тысячи которые сейчас ловляющие проделаны крылья системы наведения они три тонны в месяц. И сутбовый заряд. Это сопоставим с ядерным оружием по разрушительной мощности. И все молчат. Почему-то об этом не говорят, что применяется оружие по мощности не уступающей ядерному оружию. И используется это оружие не только против военных объектов. используется против городов. Против гражданского населения. Это же просто террор. Открытый террор. И никто не говорит сейчас об этом. Не продолжается ситуация с признанием России государством спонсирующим ведущим террористическую деятельность. Опять-таки заторможен процесс признания верхушки российской военными преступниками. Но ничего другое не делается. То есть такое впечатление что все поставили на паузу ждут чем закончится выбор в Америке. Но идет война и гибнут люди. Запаслись попкорнами и ожидают 5 ноября. Да. 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 Но это очень опасное ожидание для Запада. Это очень опасное ожидание для Запада. Оно может закончиться совершенно страшными последствиями, при которых триллионов не хватит, чтобы их скупировать. Не хватит. Они не понимают, что они сегодня не могут сброситься достаточно оружием и деньгами для того, чтобы Украине дать все необходимое. это сотни миллиардов, полторы сотни миллиардов. Завтра потребуется десятки триллионов, где они их возьмут. Потому что я же вижу, я же езжу, я сейчас еду по Европе. Сейчас в данный момент находлюсь поездки по Европе. А я езжу на машине, я люблю это делать. Я могу сказать, что Европа полностью расслаблена. Она находится в состоянии мира. Никто не думает о войне. Может думает, читает, сочувствуется, переживает. но на самом деле все живут в мире. И не понимают, что война-то пришла в дом. Она, может быть, еще не открыто пришла, но она уже здесь. Друзья, Геннадий Гудков был сегодня вместе с нами на Укрлайф ТВ. Геннадий Владимирович, спасибо вам за разговор. Спасибо нашим зрителям. Друзья, если еще не подписан на Укрлайф ТВ, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и берегите себя. Всем всего доброго, услышимся и увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok